Друзья, всем привет! Всякое в жизни бывает и никто не застрахован от появления пятен. Я сейчас не про одежду, я про пятна, которые могут возникнуть на вашем мощении. Например, из какой-нибудь грузовой машины во время привоза оборудования или мебели на ваш участок из двигателя вытекает масло. Или, например, из вашей газонокосилки вытекает масло. Или, что хуже, из двухтактной бензопилы вытекает масло, смешанное с бензином. Вы думаете, это звучит романтично? Отнюдь. Масло, смешанное с бензином, очень сложно вывести с вашего мощения. И сегодня я хочу поделиться с вами нашим опытом, потому что в нашей жизни произошло это неприятное событие. Ну что, хочу познакомить вас с виновником нашей сегодняшней встречи и нашего разговора. Вот эти вот масляные пятна, которые, предположительно, образовались путем вытекания из бензобака двухтактной бензопилы. Представляют они собой смесь бензина с маслом. И давайте попробуем их вывести. Ну что, начнем? Для этого у меня есть прекрасный помощник. Саш, привет! Никто, кроме нас, не отмоют эти пятна. Давай начнем. Ну что, погнали! Итак, первый способ — это засыпать свежепоявившиеся пятна песком, обычным песком. Это мы уже сделали, причем в тот же самый день, когда произошло это происшествие. И вот то, что мы сейчас имеем, это уже после просыпки песком, то есть этот способ не работает. Второй способ — это газовая горелка. Для того, чтобы эксперимент был чистым и было все хорошо видно, я обведу сейчас то пятно, которое мы будем обрабатывать зеленым мелом, потому что вы сможете прекрасно увидеть, как границы пятна сначала исчезнут, а потом увидите, что случится дальше. После предварительной обсыпки песком, чтобы впитать основную часть масла в себя, мы решили использовать газовую горелку, дабы избавиться от пятна. Основная проблема заключается в том, что масло с бензином просачивается в швы между мощением, и это создает некие проблемы, потому что оттуда мы его выжечь не можем. Способ — это при помощи щетки по металлу. Можно еще попробовать шлифмашинку, потому что мы читали, что этот способ очень зарекомендовал себя в очистке тротуарной плитки от подобных пятен. Но так как у нас натуральный камень, то мы берем щетку по металлу и начинаем пробовать. Как я уже озвучил, проблема в том, что у нас попало в швы достаточно много этого масла, и швов выходит. И швов начинает выходить, да, и расползаться дальше. В целом можно заметить, что цвет уже отличается от основного. Основного, да. И фактура. Самое главное, что фактура, потому что он такой колотый, а тут он становится гладкий. Ну что, можем мы посоветовать этот способ? Если у вас тротуарная плитка, то вы можете смело использовать. С тротуарной плиткой в комплексе с химией, если еще и теплая погода на улице, это без проблем убирает пятна. Это мы уже и проверяли сами. А что касается натурального камня, то это уже проблема. Так что на камне не используйте. Для плитки лайк. Следующий способ это white spirit. В быту мы очень часто применяем его для оттирания лака, краски. Давайте попробуем, как он нам сможет помочь в нашей ситуации при оттирании масляно-бензиновых пятен. Для этого нам нужен white spirit, губка и Александр. Давай пробовать. Я не один, я с усилением. Усиление, да. И в перчатках, это обязательно. Так, ну что, давай? Начнем. Начнем. Кстати, вот именно сейчас очень хорошо видно вкрапления, которые есть в этом натуральном камне лабрадорите. Кстати, про этот камень у нас есть отдельное видео. Ссылку я оставлю в описании к этому. Керосин. Следующий способ. Керосин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий способ, это способ с применением каустической соды. Что такое каустическая сода? Это гидроксид натрия. Его формула химическая натрий OH. Его применяют для очищения различных органических соединений с поверхности, применяют в промышленности для отмыва двигателей, применяют в очень большом количестве в сельском хозяйстве, для обработки от сорняков, для обработки от мучнистой росы. Но мы попробуем применить именно каустическую соду для удаления органических пятен из смеси масла с бензином. Давайте попробуем. Хочется отметить тот факт, что каустическая сода – это очень реактивное вещество, которое нужно использовать с большой осторожностью, потому что она вызывает ожоги очень серьезные, и нужно защитить дыхательные пути и руки от соприкосновения. Поэтому обязательно используйте респираторы и перчатки. Ну что, давайте попробуем, Александр. Перчатки, респиратор, очки и натрий OH. Первое, что мы делаем – это наносим горячую воду на наше пятно. После чего рассыпаем каустическую соду. Будьте аккуратны, чтобы данная сода не попала на руки и на глаза. Выглядит, как сахарная пудра на кексике. Внешность обманчивая. Необходимо подождать. Ждем. Прошло пять минут. У нас сода была рассыпана в течение этого времени. Теперь мы сверху ее еще раз смачиваем водой и немного потрем. На самом деле можно было бы растворить соду в воде и нанести этот раствор, но так как мы работаем в условиях погодных, где минусовая температура, поэтому нам больше подходит именно этот способ. Как любая щелочка, каустическая сода очень хорошо растворяется в воде. В земных условиях весьма проблематично смывать, ввиду того, что все замерзает в минус 15 градусов. Поэтому мы используем горячую воду. Для большего эффекта поверх каустической соды мы используем поверхности активного вещества, так называемый ПАВ под названием Неонол. Наши друзья с завода по переработке старых масел сказали, что оно нам обязательно поможет. Разводим его в горячей воде примерно 50 миллилитров на ведро. Этого достаточно. Заливаем наше пятно, после чего ждем. Наши друзья с завода по переработке старых масел также посоветовали использовать нам сульфат. Это соль серной кислоты. Порядок действий следующий. Наносим, поливаем горячей водой, после чего натираем. Ну и напоследок самое интересное. То, на что мы возлагаем самые большие надежды. Это вещество, которое создано на основе анионных, неонных ПАВ. Это поверхностные активные вещества и нитрилотреуксусной кислоты. Давайте посмотрим, как оно сработает. Я очень верю, что оно нам поможет. Так. Заливаем поверхность. Ждем несколько минут. Берем щеткой. В ваших комментариях вы предлагали в инстаграме использовать ферри или какие-то такие моющие средства. Так вот, на самом деле, вот это средство, это максимально активное и сильное моющее средство. Конечно, ферри или какие-то моющие средства для посуды, они в нашей ситуации, к сожалению, не помогают. Ждем? Ждем? Друзья, ну вот мы все попробовали. Давайте я вам напомню, какие методы мы использовали для удаления бензиново-масляных пятен на натуральном камне. Это нагрев газовой горелкой. Это при помощи щетки по металлу мы механически пытались их очистить. При помощи керосина, при помощи white spirit, при помощи щелочи, при помощи соли серной кислоты, сольфата. И при помощи очень мощного активного моющего средства. Так вот, это только нам известные способы. Возможно, у вас тоже есть какие-то лайфхаки. Я очень буду благодарна, если вы поделитесь ими в комментариях. Я очень хочу, чтобы вы не отчаивались, если с вами произошла подобная ситуация, потому что все бывает и в конце концов можно просто переложить плитку. Друзья, ну что, мы закончили наш эксперимент. Вы все увидели своими глазами. Делайте выводы сами. Как вы считаете, что помогает, что не помогает. Возможно, вы увидите какие-то неточности или знаете, как сделать это лучше. Обязательно поделитесь с нами в комментариях. А в вашей жизни была похожая ситуация? Может быть, вам удалось все-таки вывести такие неприятные последствия техники на вашем тротуаре или плитке? Тоже обязательно делитесь в комментариях, потому что для нас это очень важно. А мы заканчиваем наш выпуск. Желаем вам всего хорошего. Если у вас такая ситуация случилась, мы надеемся, что чем-то вам помогли. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. С любовью к вашим чистым садам Зеленка Студио. Спасибо за просмотр!